Здорово, пацаны! Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге и дороги меня привели на Марсово поле. Вот стоит высшая шахта метрополитена. Вот это, собственно, Марсово поле. Покажите Марсово поле, потому что думают... Вот какая-то понедельная. Кстати, Марсово поле, оно изначально называлось не Марсовым полем, оно называлось Царским лугом каким-то, потому что здесь устраивались всякие там гуляния Петром Первым, катания на каких-то там горках. Кстати, русские горки, кто знает, это вовсе не то, что вы думаете. Это там на вагонетках, с деревянных башен катались, наподобие американских горок. Я был очень сильно удивлен, что первые горки такие были в России, а вовсе не в Америке. Американцы содрали, как всегда, у нас все. Так же, как и радио и телевизор. А первые горки были именно здесь, на Царском лугу. А впоследствии его назвали Марсовым полем, потому что там дальше стоит памятник генералу Суворову, фельдмаршалу Суворову. И он в доспехах бога войны Марса. Вот поэтому называется Марсовое поле. Ну, пройдемте дальше. Я вам сейчас буду по чуть-чуть все это рассказывать. Короче, место было хорошее. Вот этот луг такой прекрасный. И царь Петр Первый приказал здесь все отсушить, потому что здесь раньше были болота. Болотистая местность здесь была кругом. И вот он приказал здесь все отсушить и как бы сделать такое место для всяких праздных гуляний. Он здесь устраивал смотры потешных полков там, и там также и Преображенского, и Семеновского. Ну, и всякие тут движухи были интересные. Но так как на этом месте были раньше болота, и когда их осушили, тут пошла молва такая, что место нехорошее, нечистое. Как бы здесь всю дорогу всякие мистические штуки происходили, потому что здесь лезли постоянно с наступлением ночи всякие водяные там, какие-то склизкие русалки, духи всякие, и люди здесь пропадали. Существует несколько историй таких вообще безумных. Сперва пропал один жандарм, который своими корешами тут что-то лазил, услышал в каких-то тут кустах, ну, естественно, здесь кусты были не такие, как сейчас пострижены, а, наверное, какие-то дебри тут были. Услышал в кустах, короче, детский смех. И думаю, что это тут, блядь, ночью дети смеются в кустах. Дай, говорит, пойду посмотрю, что там я делаю там, может курят там, может водку пьют и смеются. Ну, ладно, да я так. Пошел в кусты, а друзья его такие слышат, там кто-то кому-то, что-то грюкнуло, и конский топот, короче. Они быстрее за ним в кусты. Лежит фонарь разбитый, жандарма нет. Жандарма искали, не нашли. Ладно, это фигня. Короче, был... А, ну, короче, ну и еще там какие-то всякие случаи были, такие, которые, ну, можно было их тут много рассказать. Но факт то, что какая-то императрица пригласила к себе в гости шаманку из Чухонского племени, а та и такая сразу говорит, вот здесь вот, говорит, всякие ведьмаки и там и прочая нечесть, короче, вот такую чухонку, вот эту вот такую тему затерла императрица. И та такая, на людях такая посмеялась, типа, о, да ни хрена она не соображает, суеверная папка, а сама такая, больше не нагульная это поле. А еще одна история была уже при Савдепе, как бы, после всех этих революционных событий и гражданской войны. Короче, рабочий, не помню какого завода, Петрушин или как его там, не важно, где-то себе выхватил чекушку и шел с работы и в направлении Марсового поля, дабы сесть там на лавочку, ее оформить и насладиться вообще там, ну, кайф получить после тяжелого рабочего дня, расслабиться. Вот пришел он на Марсовое поле, сел, а вон там лавочки, вон лавочка стоит. Вот сел он там на лавочку, такой чекушку открыл, халтанул, голову поворачивает, а там мальчик сидит. И такой, а Петрушин такой, ну, мальчик, ну, мальчик, а пригляделся, а мальчик-то мертвый, синий весь. Он такой, как заорет на него, нечисть, сгинь, а мальчик как бросится на него, как в руку, зубами у него вцепился, тот от него отбивается, орет. Ну, естественно, люди там прибежали, а тут такая картина, чекушка разлитая, этот там рабочий там катается, а мальчика не видно. Мальчик только явился вот этому товарищу рабочему. И он там, ну, естественно, вывод какой, белая горячка. Сразу его схватили там, угомонили там, и в больницу, блин. Ну, в больницу-то привезли, короче, а ему все хуже и хуже. То жар, то озноб у него. И, короче, врач такой говорит, я, говорит, такой скоротечный белый горячки еще, говорит, не видывал. И через три дня он скончался. А когда вскрытие сделали, скончался над заражением крови, там, где мальчик укусил, у него гангрена началась. Вот и думайте, что за загоны такие здесь происходят. Вот как-то так. А вот там подальше, сейчас мы пройдем, будет мемориал жертвам февральской революции. Тут всех, короче, неугодных расстреляли и сложили в одну братскую могилу и закопали. И люди потом стали говорить, ну, место стало как бы не очень хорошее. Говорили, что Петрополь превратился в Некрополь. Как-то так. Потому что земля здесь неосвященная и без согласия церкви и согласия родственников здесь просто всех захоронили. Вот, кстати, один не захороненный лежит до сих пор. Вот лежит себе и лежит. Тут здесь тоже своя атмосфера. Небо сейчас над нами свинцовое. В Петербурге это обычная погода. То дождичек пойдет, то ветерок падает с небы. Погода стандартная, но атмосфера незабываемая. Небеса прям давят. Да, и тут кстати на Марсовом поле мы ходим по мертвым. Здесь кругом мертвые. Поэтому здесь как бы не особенно уютно. Вдалеке виден храм Спас на Крови, в котором идет вечный ремонт. Кстати, вход в храм почему-то платный. Непонятно. Тут обычно так-то людей в храм хрен загонишь. А тут еще и платный сделали. Непонятно. Ну вот в принципе вот это и есть захоронение. Бессмертен павший за великое дело в народе жив вечно то для народа жизнь положил трудился боролся и умер. за общее благо. Ну вот это как бы общий вид мемориала. И заканчивается он в углу на могиле товарища Сиверса. Вот. Товарищ Сиверс, который умер после боя с белогвардейцами отраду. там они танцующий лес, они больше действительно похожи на какие-то, блин, изувеченные, короче, деревья. Да, хочу отметить один немаловажный факт. Санкт-Петербург, это город самокатчиков, здесь самокатов больше, чем людей, кругом одни самокаты. Вон там один самокатчик, он там устал и сбит, укатался, укатали сивку крутые горки. Вот так выглядит Марсовое поле в конечной своей точке. Ну а вот и сам фельдмаршал Суворов в доспехах Марса. Поэтому Марсовое поле переименовали с Царского луга в Марсовое поле. Ну, как-то так. А на днях в честь парада военно-морского флота на мостах развесили вот такие красивые флаги. Красота-то какая! Простор!